Извините, пожалуйста, Петербург. Здравствуйте, Фалек Новый Информационный Агентство. Жарас Иванович, очень активную дискуссию вызвала реформа в благосфере. В благосфере интернет. Очень много пишут люди об этом, очень много спорят. И это действительно, на самом деле, тема этого лета в благосфере. Я вот подробную себе, честно говоря, неблагодарную миссию. Тут один из самых таких обсуждаемых текстов в благосфере именно был, да? О чем молчит Жарас Алферов? Извините, я, к сожалению, процитирую, кстати, нескольких вопросов из этого. Потому что это действительно вопросы обсуждают люди. Значит, спрашивают про премию «Глобальная энергия». Вот вы были ее инициатором. Почему она, собственно говоря, не стала таким действительно русским ответом Нобелю? В чем вообще ее проблема? Насколько вот известно, что вы были ее инициатором? Это первый вопрос. Значит, второй вопрос. Собственно говоря, вот про вашу Нобелевскую премию. Вот спрашивают, что, собственно говоря, эти работы были сделаны в саторстве с Дмитрием Третьяковым и Рудольфом Казарином. Извините, вот хотелось бы все-таки о роли, например, других ученых услышать просто, да? Люди вот спрашивают. И третий вопрос о Петербургском центре РАН. Собственно говоря, о Петербургском центре РАН. Вообще, сколько денег на него выделяется и по какому принципу он их распределяет вообще эти средства? Вот хотелось бы услышать. Хватит три вопроса. Да, все, спасибо. Значит, первый вопрос наполните. А, первый вопрос про глобальную энергию. Да, собственно говоря. Ну, я был инициатором этой премии. Мне казалось, вообще говоря, что если Россия будет присуждать премию международную, это хорошо. Почему я выбрал именно энергетику? Я могу сказать следующую вещь, что выбор при любых количествах денег. Сколько вообще премия должна, чтобы быть престижной, иметь хорошие финансы, как говорится. Она все равно не будет престижней Нобелевской. Нобелевская премия самая престижная научная премия мира. И какие бы ни появлялись новые премии, они не будут. Потому что это проверено уже в области науки. Это, безусловно, так. Поэтому, если бы мы хотели иметь премию, которая бы играла, то, что называется, ее нужно выбрать в той области, в которой Нобелевские премии не присуждаются. Вот среди международных премий, помимо Нобелевских, пользуются довольно большим престижем премии Фиота в Японии. Премия Япония там же. По размеру они примерно вдвое меньше, чем Нобелевская. Но, там специально, я лауреат премии Фиота, но там специально прописано. В области, например, высоких технологий. А в области науки не тех, в которых присуждаются Нобелевские премии. В области философии и искусства там Нобелевские не присуждаются. И, в общем, она пользуется довольно большим престижем и популярным. Ну и вот энергетика, я считал, та область, где Россия и работали очень много, и может стать престижным. Там сразу же, когда мы ее создавали, средства на нее выделил Газпром, Ходорковский и Чубайс. И сумма стала приличная. Премия первый раз вручалась Владимиру Владимировичу Путину в Константиновском дворце в 2003 году. Процедура была очень хорошая. Комитет по присуждению премий, по моей инициативе, было приглашено 6 или 7 лауреатов Нобелевской премии. Они принимали самые активные участия. Я бы сказал, чрезвычайно важно для любой премии, кто ее получает. Чтобы было ясно вообще, за что человеку дали премию, и имя это было достаточно известно в науке. Скажем, первым лауреатом премии «Глобальная энергия» стал американский профессор Холаньяк, Который провел пионерские работы по созданию мощных кремниевых преобразователей, Терристров и ряда других приборов. И присуждение премии ему было, как говорится, очевидным для... На второй год премия была присуждена в области атомной энергетики. Ленарду Коку, который был пионером по созданию электричества на ядерных реакторах, еще до нашей станции, на быстрых реакторах в 1949 году он зажег лампочку мощности 200 В. И академику Митинкову на основе этих работ наша Белоярская станция на быстрых нейтронах проработала много лет. Это одно из наиболее перспективных и надежных по производству ядерного топлива направления ядерной энергетики. На третий год, как вы сами понимаете, я не принимал в этом никакого участия, но комитет решил, и я вышел из комитета, присудил премию мне за те работы, которые не вошли ни в Нобелевскую, ни в премию Киота, потому что целый ряд работ по гетероструктурам сыграли огромную роль в развитии энергетики. И представители компании «Сименса», который создал наиболее высокоэффективную газовую турбину. Дальше специально, я думаю, разыграли некую компанию. Мои коллеги по комитету были возмущены этим. Я был поставлен в положение, ну, и отказаться от премии я оскорбляю, так сказать, тех, кто принимал это решение. Ну, а вот тут просто разыграли компанию. И я вышел из комитета и больше в работе этого участия не принимал. Я думаю, что на самом деле работа комитета... Там присуждались премии за хорошие работы и дальше. Но не так часто. Я думаю, что сегодня и само вручение идет иным способом, как одно из мероприятий экономического форума. Так что потеряла она очень много. Мне жалко. Теперь второй вопрос. Там Рудик Казарина, Дима Третьякова. Ну, понимаете ли, нет. В каждой работе принимает участие не один человек. В свое время сами идеи использования гетероструктур родились у меня после того, как мне Рудик объяснил, как работает полупроводниковый лазер. И мы с ним вместе писали первую заявку по этому поводу. В дальнейшем он уехал в Москву, в работе участия не принимал. Ну, мы с Рудиком работали. Дима Третьяков внес огромный вклад, потому что была создана мною очень сильная молодая группа, которая стала развивать эти исследования, в которые многие не верили. Дима Третьяков... Был там один момент, когда мы шли по Третьяковому пути. Дима мне рассказал, что в лаборатории, где он работал раньше, он перешел ко мне из лаборатории Нины Александровны Горюновой, поликристаллические образцы галлии алюминия мышьяка пролежали два года в ящике у Саши Борщевского, и с ними ничего не случилось. Сразу же родилась идея, что именно на этом материале можно развивать эти работы. И Дима внес много нового, много хорошего. Очень много внесли мои коллеги Дима Карбузов, Дима Портной, Володя Корольков, Слава Андреев. В 1972 году, когда мы получали Ленинскую премию, я добился того, что я получал ее как руководитель работы, а вместе со мной они получали Ленинскую премию. Ну а дальше, простите, в общем, на самом деле эти работы мною и другими были широко известны в мире. И дальше, в общем, знали, кто есть кто. И, конечно, они внесли, молодцы. Я могу еще назвать целый ряд фамилий. Прежде всего, я бы всегда подчеркивал, что Дима Третьяков в технологическое развитие на ранней стадии этих работ внес огромный план. И про средства. И что? Про средства для ран, которые сколько выделяются, и по какому принципу они расходятся. А, мы сказали про Санкт-Петербургский научный центр. Да, да, да. Санкт-Петербургский научный центр практически распределять нечего. Потому что он получает деньги на содержание нашего главного здания и ведет огромную работу, имеет целый ряд советов, координируем, поддерживаем. Я пробиваю и добываю средства для работ питерских ученых. Затем, с великим трудом, мне удалось в свое время добиться специальной программы Санкт-Петербургского научного центра, которая была сначала 15 миллионов рублей, потом 20, потом 25, потом стало 20. В последний раз было 5 миллионов. У нас специальная комиссия, которая в определенном направлении распределяет, обсуждает. Ну, объем средств, вы сами видите. Спасибо. Спасибо.